Всем привет! Нет. Все вы уже знаете, что Анны больше нет. И ее уход стал для нас всех большой утратой. Анна была не просто там талантливым тарологом и учителем. Она была для многих источником вдохновения, мудрости, тепла. Она это тепло дарила буквально каждому. Ее вот эта уникальная способность видеть глубже и помогать людям, находить путь через жизненные трудности, она была неоценима. Она всегда стремилась делиться своими знаниями, энергией. Помогать раскрывать свой потенциал, находить гармонию в жизни. Многие к ней пришли, ну, никакие ноги со своими проблемами. Кто-то оперился, дальше полетел. Кто-то остался в чатах у нас и нашли новых друзей. Они сплотились в некие команды. Хотя изначально у нас с Аней была задача снимать второе все. Но так как она по профессии, с профессией психолога, то она решила еще и помогать, вытаскивать из тяжелых ситуаций людей. Она оставила нам всем огромное наследие. Я дед. Это мой настоящий голос. Я обещаю, что и дело не закончится. Я буду продолжать вести ее канал, все ее проекты, которые она начала, чтобы сохранить это все, что она сделала. По манифесту у меня спрашивают. Манифест последнюю глава она написала в блокнотике. Она посвящена защите ментальных тел. Эта глава обязательно увидит свет, но она не успела ее записать голосом. Я это читать не смогу. Сразу говорю. Я обязательно найду в ближайшее время профессионального чтеца с приятным голосом. Скорее всего, это будет не ангел. Но в смысле не ангеловское. Я стараюсь, чтобы она прилетела, чтобы записать последнюю главу. Но это будет последняя глава. Дальше она не успела подготовить манифест, и манифест будет таким, каков он есть. Наши с ней совместные проекты также будут продолжать существовать. Обзоры и трактовки колод от Анны там есть. Они также остаются. Просто не будет добавляться новых. По поводу проживания старших и младших арканов. Все у меня спрашивают. Все это будет продолжено в том же духе. Анна записала все лекции, медитации. Все они уже загружены. И я их веду уже. Кто идет в проживание, сами знаете, уже два года. Также и буду продолжать вести их. Кто-то захочет самостоятельно, пойдет также все. Чат-менторство с двумя марафонами Ани. Там на обретение женской самооценки, раскрытие денежного канала, они также останутся. Анна была бы крайне недовольна, если бы я удаю все. Но Анна мне же мне отдала. Вот. Надеюсь, вы поддержите меня в проживании арканов. Ничего не меняется. Все также пишем отчеты. Знаю, что всем тяжело. Аня. 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 Записала два шорца, которых я еще не выпустил. Я к ним подойти мог. Я сейчас их сделаю, но не шорцами, а они будут подряд в одном вот в этом видео. Еще Анна попросила меня восстановить расклад на детские травмы. А я восстановлю там голос, там звук она попросила восстановить. и тоже он выйдет в ближайшее время. А что делать дальше? Что-нибудь придумаю. Все, с вами был дед. Ну что, посмотрим, хочет ли жениться ваш мужчина на вас. Видит ли он вас своей прекрасной женщиной? Второй метаморфоз. Ну, я, конечно, сейчас выложу вам карту, потому что карта шута и дурака, она неоднозначная. Все-таки хочет ли жениться. Он такой, знаете, а почему бы и нет? А что бы не попробовать-то, да? А что бы, вот, собственно, не поменять свой статус? Потому что, в принципе, с вами ему очень даже хорошо. И вот он считает, что когда он наденет вам кольцо на палец, как бы ничего не изменится, но просто будет все еще лучше. То есть он из статуса любовника перейдет в статус мужа. Ну что, девочки, приветствую вас. Так, что, смотрим, насколько вы желанны, да? Ну и, собственно, желание относительно вас. Что-то у меня животная тема пошла, да? Второй метаморфоз. Ну, собственно, как бы, насколько вы желанны, это не совсем правильная история, потому что карта Луны, она, знаете, не показывает сильно какую-то жезловую энергию, да? То есть, знаете, здесь такой немножко персонаж, чуть-чуть как бы отлетевший в своей какой-то реальности. Конечно, ему нравится. Вот, понимаете, нравится просто вот какая-то ваша энергия. Но сказать о том, что есть какие-то прям плотские, мужские желания, да, как-то, знаете, вот есть вот момент просто обладания вами. Ну, классно, как вот какая-то красивая игрушка. Ну, сказать, что там прям сильно какие-то желания есть, ну, я такого не вижу точно. Ну, что, снимаю для ждуль, наверное, да, тех, кто ждет. Вернется ли благоверный? Вернется ли? Ну, ощущение вообще, что вы от него весь какой-то, да, получите. Видите, здесь письмо просто. Так, Паш, монет. А, и, скорее всего, знаешь, как просто вот вернется, если ой, да дело было, вот это все полно, понимаешь? Вот, потому что прям будет показывать вообще, что его дела вообще в приоритете, не мог там раньше вот это проявиться. Ну, вот видишь, на самом деле, короче, вернется. Вернется, вот. А знаешь, почему, короче, вернется? Потому что очень боится, что у тебя за его отсутствие кто-то появился еще. А с вами была я, ваша нейроведьма.